Я не хочу прожить жизнь кое-как. Бог отмерил каждому человеку жизнь. Если вообще смотреть в общем на жизнь человека и вообще на Бога, о котором Библия говорит, что у него нет начала дней и нет конца дней, то у человека, как творение Божие, у него есть начало дней, а вот конца дней нет. Что я имею в виду? Я имею в виду, что Бог отмерил прожить человеку жизнь на этой земле определенный срок, но вообще человек как личность, она же не исчезает. Мы все прекрасно понимаем, что после жизни на земле есть другой период жизни, когда человек будет или жить с Богом, или будет без Бога. Ну, жизнью не назовется, а мучится, наверное. Поэтому человек это вечное существо. И вот Бог отмерил этот период жизни, чтобы человек прожил не кое-как, а действительно жизнью, наполненную смыслом. И во-первых, конечно же, познать Бога в своей жизни. Буквально недавно я когда-то зашел в аптеку, и нужно было кое-что купить, и стоит женщина рядышком, говорит, мужчина, может вы, три копейки у меня не хватает, может вы рассчитаетесь. Хорошо. Я так боковым зрением смотрел, но не глянул ей в глаза на ее лицо, боковым зрением вижу, что женщина хорошо. И вот подаю, карточкой рассчитывался, и фармацевт, который отпускал лекарства, говорит, что женщина, он вам не поможет, потому что я не могу провести карточки, как-то добавить вот эти, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что так он вам ничем не поможет. Вот. И я рассчитался, выхожу, поворачиваюсь на эту, смотрю на эту женщину, и весь ее внешний вид, ее облик выдает, что женщина злоупотребляет спиртным. То есть и сейчас она находится в таком состоянии, что хотелось бы желать лучшего. И я у нее спрашиваю, а что вы хотели купить в аптеке? И такой, можно было даже не спрашивать, а догадаться даже, что она хотела. Боярышник. И я выхожу сейчас с аптеки, она за мной следом пытается, может, как-то у меня какие-то деньги есть, чтобы я помог ей. И неприятно, конечно, разговаривать с тем человеком, но понимая вот мысль у меня в голове, что ей нужно было сказать о Боге. И она так не оставляет мне мысль, мы вышли уже на улицу, я начал разговаривать с ней, о ее жизни, и начал говорить, что нужно вам заканчивать с этим образом жизни, потому что он ни к чему не приведет. И она начинает жаловаться на жизнь, что она так плохая, и я понимаю, что, как в песне этой, да, кое-как человек живет. И говорит, у меня семья была, и все было, у меня есть сын, как бы начинает уже гордиться, я говорю, женщина, поймите, вы на себя смотрели уже давно в зеркало. Понимаете, весь вид уже выдает, что человек уже давно злоупотребляет вот этим, уже облик потерял женщины. Я говорю, у меня есть хороший рецепт для вас, именно для вас. Выход из этой ситуации боярышник не поможет. Может быть на какое-то время, просто забыться и уйти от проблем, которые у вас есть, вы говорите. Но в самой же сущности проблема не решается. Я начинаю с ней так разговариваю, и говорит, есть только один выход, который может помочь вам. Это Бог. И начал ей рассказывать немножко о Боге. И знаете, человек все-таки хочет как-то достойно выглядеть. Говорит, я православный, я в церковь хожу иногда. Я говорю, это неплохо, но тем не менее, вот походы в ваша церковь, они не могут изменить почему-то вас. Вам нужно просто Бог. Я сегодня вам не говорю о какой-то церкви или какой-то динаминации конкретной, но я говорю о Боге, который лично может помочь вам. Когда вы просто в молитве обратитесь к Нему. Возможно, вам нужно исповедание, чтобы вы пришли перед священником, исповедовались, рассказали, искренне излили свою вещь, чтобы помолиться за вас конкретно, чтобы вы покаялись вообще в своей жизни. Я смотрю, лицо изменилось. Вот буквально, когда смотришь на человека, до того, буквально 5 минут, этот человек стоит просто такой помятый вид. Знаете, человек, который долго пьет. И тут глаза округлились, лицо абсолютно изменилось. Это если был фотоаппарат, и сфотографировать до и после. То есть, понимаете, когда человеку говоришь о Боге, о чем-то духовном, уже здесь только при разговоре человек изменяется. Уже и денежку не надо было на боярышнике, ничего не надо. Она просто благодарила, спасибо, я благодарю Бога, что я встретила вас и услышала эти слова. Братья мои и сестры, вот цель жизни, даже нас, верующих на земле, что как-то надо исполнить свое предназначение в силу своих возможностей, какого-то понимания, видеть, возможно, людей. Не хотелось мне, неприятно было разговаривать с этим человеком. Но потом, понимая, что, наверное, вот эту ситуацию сам и создал, наверное, Бог, и послал эту женщину. Я не знаю, что с ней потом произошло, или где она вообще, и кто она. Но я знаю, что слово посеяно, возможно, одна однажды вспомнит об этом. Возможно, вот это семя посеяно, оно даст свой плод. Я верю в это, потому что оно бесследно никак не проходит. Слово о Боге. Братья мои и сестры, мы сейчас будем молиться, но перед молитвой я прочитаю стих и немножечко прокомментирую. Первое послание к Тимофею, вторая глава. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы сейчас будем молиться, будем молиться друг за друга, будем благословлять друг друга, будем благословлять наш хор, который сегодня так хорошо поучаствовал, хорошо спел во славу Господню, чтобы Господь давал им желание, стремление и дальше, вот знаете, как знаете, здесь такое выражение, стройно с восклицанием петь славу нашему Богу, потому что Он достоин. И в этой молитве мы благословим друг друга, мы будем благословлять начальствующих, мы будем молиться сегодня за всю нашу республику, за всех людей, за весь народ. Мы все прекрасно знаем, что политическая ситуация желает быть лучшего, все, что происходит в нашей стране. И хочу сказать, что в следующее воскресенье назначена пост и молитва за нашу страну, за мир, за устройство, за то, чтобы Господь решил как-то эти вопросы, чтобы было во всем устройство и мир, и порядок, и благополучие. Это будет наша молитва. И также этот пост и молитва за то, чтобы вообще был мир во всем мире, потому что, смотря новости, мы понимаем, что неспокойно вообще во всем мире такая вот обстановка неспокойная происходит, чтобы Господь вступился за нашу землю и благословил, и помог. Я хочу обратиться, возможно, в нашем служении есть человек, который хочет покаяться, который хочет служить Богу, который хочет лично встретиться с Ним, рассказать Ему о своих проблемах, просто покаяться, излить свою душу перед Богом. Вы можете выйти сюда вперед, мы помолимся, чтобы благодать Божья, она была с вами, и прощение пришло в ваше сердце. Если есть в нашем служении такие люди, можете выйти сюда, сказать свое желание.